Центр столицы Ненецкого округа отмечен крестным знаменем Русской Православной Церкви. Деревянный поклонный крест установили на территории Богоявленского собора. За действием наблюдала Надежда Литкова. Традиция установки поклонных крестов идет из Древней Руси. Такие памятники призывают к поклонению Спасителю, поэтому и именуются поклонными. Крест – это благое и легкое бремя. И, наверное, не случайно, что и мастер, который его изготовил, носит имя нашего покровителя, русского севера, Сергий. Потому что созидатель Северной Фиваиды, который благословил устроение духовное северных пределов, ставших неотъемлемой частью Святой Руси, преподобный Сергий Радонежский. Я совсем недавно вернулся из Троицы Сергиевой Лавры, где вместе со Святейшим служил, вознося молитвы о нашем родном севере. Слава Богу, это знамение духовного возрождения нашей земли. С чем я и поздравляю всех наших жителей, наших братьев и сестер в вере. Изготовление креста стало возможным благодаря участию епархии в конкурсе грантов для некоммерческих организаций. Описали, что это действительно необходимо, что он несет свою такую составляющую для окружающего мира и для воздействия на духовность, на духовную составляющую человека. И нам дали этот грант 300 тысяч. Освящение креста назначено на 14 августа, первый день поста. В этот день церковь совершает праздник изнесения – древ честного животворящего креста. Семиметровый лиственничный крест весом 1200 килограмм изготовлен в городе Архангельске и доставлен в Наринмар по воде. Крест предназначен стать символом духовного возрождения Северной Земли. Еще один поклонный крест высотой 8 метров прибыл в Заполярье из Санкт-Петербурга. Он будет установлен в Пустозерске на месте храма «Преображение Господня». Надежда Литкова, Антон Водряков, Телеканал Север.